Как оценивает вот такую реализацию пенсионной реформы и ее инициатор, премьер-министр Владимир Гройсман? Эти вопросы зададим сейчас самому премьер-министру, он на связи со студией подробностей недели. Приветствую вас. Скажите, многих пенсионеров смутила разница в выплатах. Кому-то добавили по 100 гривен, кому-то по несколько тысяч. Вот вы не опасаетесь, что именно из-за этой разницы многие пенсионеры останутся попросту недовольны, ведь рассчитывали на большее? Насправді, пенсийная система, реформу, которую мы сделали, предпочитает перерахунок пенсии 9 миллионов пенсионеров из 12. Но самое главное, что мы формуем правильную пенсию. В чему разница сегодня пенсии? Ну, по-перше, те люди, которые выходили в 15, 16, 17-х годах, у них у сучаснения может быть и меньше. Но те люди, которые раньше вышли на пенсию и пенсия им не перераховывалась, могут быть и больше нарахований. Но суть полягає в том, что самая справедливость в том, что те, кто больше работал, больше работал отрахований, они сегодня получают и больше пенсии. И, на самом деле, это от 200 гривен в месяц до больше, чем 5 тысяч гривен. Поэтому тут самое главное, что мы сделали абсолютно справедливую систему. Кто больше работал, тот получил и больше пенсию. Наступный перерахунок пенсии будет в 2019 году, где будет тоже врахована и инфляция, 50% инфляции, и 50% взрослого среднего заработка по краю. Поэтому в 2019 году мы будем мать еще одно масштабное повышение, и это тоже результатом цієї реформи. А вот чтобы вы ответили тем политикам, которые пророчат украинцам тысячи проблем от реализации медреформы, в том виде, в каком ее предложили и Кабинет Министров, и Минздрав. Ведь даже глава профильного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец категорически против медреформы. Мы только что это слышали в эфире нашим. Верховная реформа дает нам ответ на три ключевых вопроса. Первое – доступность медицины, чтобы ФАП, амбулатория семейного лекаря, швидка допомога, лекарни были качественно обеспечены всем необходимым. Для этого нам нужно было изменять систему финансирования, и мы это сделали. Другая позиция, которая очень важна – она должна быть доступна и с точки зрения финансирования. Поэтому мы будем финансировать каждую медицину послугу для конкретного гражданина Украины, что очень важна. Это делают много страны в мире и сделали это успешно. И не в решті-решт. Мы в складовой реформе, в том числе, есть смена системы оплаты праці самих медиков. Настав час, когда медик должен получать абсолютно достойную заработную плату, открытую и в белую, а не так, чтобы дивиться в руки пациентов. Но это процесс, и этот процесс – это важная работа. И первый результат я еще раз наголошу. Мы получаем через несколько лет. А тем, кто был против, что я могу сказать, если их все влаштовывают, как и сегодня. Меня не влаштовывают. Я вважаю, что нужно брать на себя ответственность. Нужно закатывать рукави и делать серьезные работы и изменения. Я буду делать сейчас группу проведения проекта. Все, кто хочет долучиться до позитивных изменений в охране здоровья, они имеют такую возможность. А те, кто хочет критиковать, они ничего в наше життя не привносят позитивного. Ну, постоянно, только включаешь и чути, то погано, это погано, то не так, то не все. Но по великому рахунку, у многих, кто сегодня критикует, був не один шанс в своем жизни что-то изменить в стране. Но они этого не делали. Наоборот, все делают для того, чтобы крисы стали более гострыми, чем могли бы быть. Еще один вопрос, Владимир Борисович. На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что переговоры с МВФ о новом транше забуксовали. Это действительно так? Якобы даже пенсионной реформы для фонда недостаточно, чтобы принять решение по транше в Украине. И сохраняет ли МВФ свое требование повышения цены на газ для населения? Дуже много информации неправдивой в информационном средове, в нашей связи с Международным валютным фондом. Мы в программе поддержки и взаимодействия с Международным валютным фондом. Реформы, которые мы делаем в рамках этой программы, они нужны не МВФ, а нужны в Украине. Это очевидный факт. Той, кто просто хочет сказать правду, он это скажет. А тот, кто хочет слухавить, он будет всегда наганять тут какого-то негатива. Но суть только в одном, что тогда, когда мы приходим до возможностей перегляду чергового траншу, мы приходим до этого возможностей. Далее МВФ заявляет, что мы тогда еще в Украине транш поддержки. Жодных сегодня сбоев работы или каких-то других вещей, або отмов нет. Это все неправда. Треба только спираться на официальные заявы Международного валютного фонда и Министерства финансов. Инши джерела – это все неправдивая информация. Питание формирования цени газа поляга в запроведении на майбутнє справедливої формули цени газа. И мы сейчас, технические працевники наших Министерств и Международного валютного фонда, працюем над тем, чтобы установить справедливую формулу формирования цени. Те, кто говорит, что нужно увеличивать цени на газ, у меня ответа единственная. На данный момент мы не видим никаких объективных подставов, что до увеличения цени на газ в стране. Тому и послуги на житлово-коммунальные, житлово-коммунальные послуги, мают оставаться цена на них незминной и на тепло, и на горячую воду в местах в том числе. И сейчас это ответственность больше местовой влады, чтобы они не увеличивали свои выдатки на формирование таких тарифов. Тому я не вижу сейчас подстав на повышение. Будем надеяться. Спасибо. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы.